На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Цифровизация для людей. Электронная база данных в тестовом режиме запущена в трех ЗАГСах Абхазии. Пол Европы. Прошел победитель фашизма. Не стало ветерана Великой Отечественной войны Ильи Захаровича Ачба. Он принял вызов покорителя вершин. Астамур Мамедаглы преодолел Эверестинг. Начнем с официальной хроники. Александр Анкваб поручил Минюсту упростить гражданам процесс оформления документов. Премьер-министр Абхазии провел рабочую встречу с министром юстиции Анри Барциц, сообщает сайт правительства. Министр рассказал об итогах работы ведомства за 2020 год, поделился рабочими планами на 2021. Согласно его сообщению, в предыдущем году оцифровано 23 980 свидетельств индивидуальных предпринимателей и 7 тысяч юридических лиц. Он отметил, что в основе плана работы на 2021 лежат мероприятия по совершенствованию работы как центрального аппарата Минюста, так и территориальных подведомственных органов. Он также доложил о результатах рабочего визита в Минюст России, где прошла встреча с министром Константином Чуйченко. Он пояснил, что в Москве намечен план взаимодействия между службой судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия и Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации, сотрудничеством в области судебно-экспертной деятельности, деятельности в сфере нотариата и органов ЗАГС и других. По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач. В завершении встречи Александр Анква поручил главе Минюста провести в 2021 году работу над улучшением нормативно-правовой базы для упрощения гражданам обращения с документами и процессом их оформления. Цифровизация для людей. Электронная база данных актов гражданского состояния и нотариальных действий в тестовом режиме запущена в трех ЗАГСах Абхазии. Это третий шаг в рамках цифровизации Министерства юстиции. До этого ведомство оцифровало базы данных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Без масштабных затрат силами абхазских программистов при помощи студентов-волонтеров меньше чем за год министерство добилось неплохого результата. Выписку теперь можно получить за день, а не за семь, как раньше. Слово Надежде Боровиковой. Анри Борциц был назначен министром юстиции 6 июля 2020 года. Молодой кандидат юридических наук, работавший до этого в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина, сразу объявил курс на цифровизацию. Командой Министерства юстиции изначально было коллегиально определено, что мы будем двигаться в сторону развития цифровых инструментов именно ведомственного администрирования. И именно в этой связи, исходя из этого приоритета, мы говорили о том, что изначально мы будем создавать три, на наш взгляд, очень важных и нужных проекта. Два из которых уже реализованы. Это электронная база единого госреестра индивидуальных предпринимателей и база юридических лиц. Это аналоговая база данных Министерства юстиции. Раньше, когда предпринимателю нужна была выписка, сотрудник Минюста принимал заявку с квитанцией об оплате и вручную, исходя из года регистрации и фамилии заявителя, искал информацию в этих бесконечных альбомах. Потом выписку должен подписать лично министр или его заместитель. И только после этого получатель может ее забрать. По закону срок ожидания документа до 10 дней. По факту до 7. Если нужно срочно, двойной тариф за комиссию. Вместо 200 рублей 400. Теперь такая необходимость отпала. Все выписки выдаются за день. Выписку мы выдаем. Вот, например, какой индивидуальный предприниматель, любой, допустим. Мы выдаем выписку. То есть нажатием одной кнопочки у нас выходит выписка. Раньше вы что делали? Конечно, вручную мы тоже заполняли, но это все было в ВОРДе. Естественно, мы заново все впечатывали. Тут один раз надо внести запись и все. Серверы, на которых хранится информация, располагаются в Абхазии. Дорогое, зачастую программное обеспечение не используется. Все создано силами местных абхазских специалистов. Базу данных оцифровывали волонтеры. В основном студенты Юрфака АГУ под руководством сотрудников министерства. Наша основная задача – это цифровка базы данных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И за время работы, около шести месяцев мы работаем, мы проделали большую работу. Вбили всех индивидуальных предпринимателей, а их около 24 тысяч. И юридические лица вбили около 7 тысяч и продолжаем вбивать еще в процессе. Я не в штате, так как я учусь. У меня есть пока свободное время, я хожу на общественных началах. Я получаю для себя опыт по окончанию, чтобы мне уже было легче найти работу и заниматься делом. Если базы данных юрлиц и ИП уже созданы и работают, то третье детище Минюста – база данных актов гражданского состояния и нотариальных действий – пока установлена только в трех ЗАГСах Абхазии и проходит апробацию. Я могу вам доложить, что существующая база, платформа запись актов гражданского состояния и нотариальных действий, сейчас уже готова. Она внедрена в три ЗАГСа. Уже проходит процесс первичной адаптации и апробации. То есть мы выявляем системные неточности, проблемы технического характера. Вся сложность этой базы будет на перспективу заключаться в том, что, грубо говоря, эту базу мы внедряем там, скажем, с сегодняшнего дня. То есть с сегодняшнего дня все акты гражданского состояния будут уже находиться в цифре. Сразу возникает вопрос, что делать с тем огромным количеством актов гражданского состояния, предположим, за весь прошедший период. Проблема оцифровки архива актов гражданского состояния и нотариальных действий заключается в том, что этот объем информации несравнимо больше, чем в уже реализованных проектах. Причем насколько больше, понять тоже непросто. Ни я, ни моя команда, мы не можем даже предположить этот объем. Мы его не видим. Он находится либо у нас в архивных помещениях, либо в центральном архиве. Мы не знаем, какое точное количество страниц необходимо оцифровать. Это одна сторона вопроса. Вторая проблема – это часть этих документов заполнена, например, вручную. То есть это разбери еще почерк, нужна специальная техника, которая будет это делать. И дальше нужен будет человеческий фактор. То есть то, что не разобрала техника, необходимо будет, чтобы разобрал человек. Нам очень сложно планировать и прогнозировать по времени, но мы не планируем отступать, мы будем двигаться в этом направлении обязательно. Все проекты по цифровизации работы государственных ведомств и Министерства юстиции в том числе реализуются с перспективой дальнейшего объединения всех баз данных и создания многофункциональных центров, где любую госуслугу можно будет получить в формате единого окна. Вот, к примеру, вы хотите получить там паспорт. Я задавался вопросом. Я обращаюсь к государству для того, чтобы получить удостоверение, паспорт гражданина, и государство меня отправляет в другие органы государства для того, чтобы там собрать какие-то справки. Ну, то есть для меня было странно, но государство должно и само знать, какие справки и где, то есть само должно собирать эти справки. Вот к этому, на мой взгляд, мы должны прийти. Конечно же, создавая вот эти вот механизмы, мы сами для себя хотим создать некий прообраз, некую платформу, некий фундамент для того, что в разных странах называется многофункциональный центр. Ведь именно на базе таких платформ и потом надстраиваются госуслуги, мои документы, многофункциональный центр и так далее. Теперь, когда базы данных юрлиц и ИП созданы, Министерство юстиции занимается развитием своего сайта и расширением функционала. Цель в ближайшей перспективе создать систему, при которой подать заявку на выписку, оплатить комиссию и получить нужный документ гражданин сможет удаленно, не приходя в Минюст. Надежда Боровикова, Торни Камичба, Абаза ТВ. Согласно последнему сообщению оперативного штаба, которое датировано 17 апреля, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них. В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент в 67 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 13 924 человека. Зарегистрировано 219 летальных случаев. Выздоровели 13 338 человек. В России формируются сибирские и северо-западные варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщая ТРИА Новости. «У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации. Мутации не свойственны пока ни одному из описанных за рубежом штаммов», – сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Резидент Сколкова компания Rapid Bio совместно с компанией Avivir зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Центра. Результат такого исследования с достоверностью в 96% будет готов через 15 минут, а для его проведения нужна всего одна капля крови. В Сколково подчеркнули, что реагенты теста настроены в первую очередь под спутник ВИ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий отделом по борьбе с контрабандой наркотиков службы по городу Сочи и Краснодарской таможни пресечен факт контрабанды сильнодействующих веществ, незаконно перемещавшихся через границу России. В адрес жителя города Сочи прибыло почтовое отправление из Республики Беларусь. В отделении почтовой связи Сочи 24-летний мужчина, подозреваемый в контрабанде сильнодействующих веществ, был задержан в момент получения бандероли. В ходе таможенного досмотра у молодого человека был обнаружен изъят почтовый конверт, в котором находились препараты анаболического ряда. Блистеры с таблетками Данабол в количестве 100 штук, 5 ампул препарата Декандрол. Как выяснилось, это уже не первая попытка мужчины провести запрещенные вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело. Около ста владельцев автомобилей с абхазскими номерами вновь вышли на митинг в центре Бишкека. Они требуют, чтобы к ним явился президент Кыргызстана Садер Жапаров. Об этом сообщает спутник Кыргызстан. В марте в Кыргызстане начались рейды по выявлению машин с абхазскими государственными номерами. После обнаружения их выдворяли на штрафстоянку. Причиной стал ввоз с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Это вызвало возмущение у владельцев, которые тогда собрались на площади у дома правительства в Бишкеке и обратились к президенту страны с просьбой решить эту проблему. Водители заявляли, что не знали о нарушении законов, а также рассказали, что среди них есть люди, которые купили авто в кредит и кормят семьи, работая таксистами. Печальная весть. На сотом году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны Ильи Захаровича Ачба. Его боевой и жизненный путь – пример самоотверженности и отваги. В составе 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта Илья Ачба прошел пол Европы. Принимал участие в боях по освобождению Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Венгрии. Был трижды ранен. За проявленное мужество награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной звезды и медалью за отвагу. О жизненном пути Илья Ачба расскажет Анастасия Никонова. Меньше месяца назад, 22 марта, Илье Захаровичу Ачба исполнилось 99 лет. Ветеран Великой Отечественной войны в одном из последних разговоров с председателем Республиканского совета ветеранов Закана Мнанба отметил, что отмечать будет только 100-летний юбилей. Мы собрались, я говорю, Илья Захарович, давай как-нибудь мы пошире отметим твой день рождения. Он говорит, нет, я буду справлять день рождения только когда мне исполнится 100 лет. Илья Ачба родился 22 марта 1922 года в селе Агубедия Чемчирского района. В 19 лет его призвали на фронт. Почти сразу Илья Захарович получил ранение в обе ноги. Пройдя курс реабилитации, вновь встал на защиту тогда общей родины. В составе 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта Илья Ачба прошел пол Европы, принимал участие в боях по освобождению Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии. И он войну закончил в госпитале в Тбилиси. И он там тоже свою... вот здесь вот он написал небольшую брошюрку, где он описывает некоторые эпизоды моей жизни, он так и называет. Вот там он попал тоже, у него пошла гангрена, и там оказался Аршба, какой-то врач, и он не разрешил им отрезать ногу. Одним словом, он выздоровел. После войны он начал работать в системе Ткварчаль-уголь. Его оттуда направили на учебу, он закончил какой-то питерский экономический институт. После этого он возглавлял Орст Кварчаль-уголь. Илья Ачба, несмотря на все испытания войной, любил эту жизнь, отмечает закон Анба. Несмотря на преклонный возраст, был бодр и подтянут. Где бы ни работал Илья Азахарович, он человек такой жизнелюбивый, такой всегда подтянутый, очень уважаемый в этих кругах человек был. И всегда этот человек, так скажем, псуца сачеджика, хлебсольный такой, вот такой вот в кругу своих друзей, он вспоминается именно таким, именно жизнелюбивым. Никого не беспокоя, тихо ушел из этой жизни. Я единственный, жалею, что в Игре только еще третий родитель получил, до Берлина не дошел. Вам большое спасибо за поздравление. Обязательно. Ну, сколько по 2 года остался до 100 лет. Ну, как-нибудь пробой. Пройдем. Ну, все равно, что вас на айтон. Покоится Илья Ачба по улице Чачба в Сухуме. 20 апреля его увезут в Ачимчиру в родовой дом. Похоронен Илья Захарович будет 21 апреля со всеми положенными ветерану Великой Отечественной войны воинскими почестями. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ. Продолжаем выпуск. Образование готово к любым неожиданностям. Как правильно обучать детей в онлайн-формате и как сделать образование непрерывным. Именно эти задачи сегодня решает программа под названием «Образование готово к любым неожиданностям». Проект, который стартовал 15 февраля, предлагает подготовить учителей для дальнейшего введения ими онлайн-обучения. Моя коллега Виола Барганджи побыла на тренинге. На какой цифровой платформе обучаться онлайн? Какие возможности есть для такого подключения, как вести электронный класс? На эти вопросы сегодня с трудом могут ответить абхазские учителя. Несмотря на то, что во всем мире использование дистанционных технологий в образовательном процессе применяется давно, в республике такая методика стала практиковаться относительно недавно и вынуждена, когда обучение в классах из-за пандемии коронавируса стало уже недоступным. Сегодня сделать из учителей специалистов в сфере онлайн-обучения возможно благодаря проекту, реализуемому в рамках программы поддержки гражданского общества, являющемуся совместной инициативой ЕС и ПРООН. Известно, что наши многие учебные предметы привязаны к российской образовательной системе. Мы работаем по многим учебным дисциплинам, по тем же российским учебникам. Все эти учебные предметы уже имеют цифровые форматы, все эти видеоуроки. Допустим, существует такая очень известная Яндекс.Школа, УЧИ, РУ и многие другие цифровые платформы. Наши учителя, пожалуйста, они доступны. Многие есть бесплатные ресурсы в доступе, в открытом доступе. Но, к сожалению, даже этот формат мы не смогли использовать. А с другой стороны, у нас есть наши национальные учебные дисциплины, которые не оцифрованы, которые не имеют вариантов онлайн-уроков. И вот эти все трудности привели нас к той мысли, что нам нужно что-то создавать и реагировать на ситуацию. Онлайн-методику обучения детей, которая значительно отличается от традиционного метода преподавания, сегодня осваивают 20 учителей республики два раза в неделю. Основная задача такого метода, по словам тренера программы, не просто передать информацию учащимся, но и вызвать их заинтересованность. Это, наверное, наша самая большая ошибка, как учителей, преподавателей, когда мы столкнулись с ситуацией пандемии, что нам пришлось вести уроки онлайн, мы попытались обычно стандартный урок перевести в удаленный формат. То есть что у нас получилось? У нас получилась говорящая голова, которая сидела перед экраном у ребенка и вещала о чем-то. Если мы на уроке можем видеть глазки ребенка и контролировать ситуацию как педагога, то здесь мы этого лишены. Естественно, завлечь, увлечь ребенка не получается. Отсюда и меньше мотивации, меньше заинтересованность ребенка и, как правило, результат. Мы с этим столкнулись, и я думаю, что это была основная причина того, что у нас дистанционное обучение не пошло как таковое. На самом деле дистанционное обучение будет эффективно в том случае, если ребенок будет заинтересован в обучающем процессе, если ему будет интересно. Это, допустим, для маленьких игровая форма деятельности. Для более старших уже заинтересованность в получении профессиональной, допустим, деятельности. Когда ребенок изучает материал, и он понимает, для чего он это делает. Не потому что ему сказали, и ему поставят оценку, потому что он знает, что это ему нужно для чего-то в жизни, в последующем, для образования или еще для каких-то моментов. Еще одна задача, которую ставят перед собой авторы программы, это сделать образование непрерывным и доступным для каждого школьника. Ведь, как отмечает Ирина Кукускир, в будущем программа может решить еще и проблему образования детей с ограниченными возможностями. А вот представьте себе, есть у нас дети, которые по силу каких-то физических ограничений не могут ходить в школу. Многие родители сталкиваются с этой ситуацией. А у нас не существует никаких методичек или никаких вариантов уроков для этой категории школьников. И мы, естественно, учитываем этот момент тоже. В этом смысле наш проект несет и такое социальное решение, вот такой социальной проблемы. Проект под названием «Образование готово к любым неожиданностям» стартовал 15 февраля. К концу года по завершению образовательной программы 20 учителей смогут не только грамотно обучать детей в электронном формате, но и выступать в качестве методистов. Как отмечает автор проекта, в свободном доступе появятся видеоуроки как для учителей, так и для школьников. Виола Барганджа, Степан Мартиросян, Абазатовая. 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Что для вас, историко-культурное наследие? С таким вопросом к гражданам нашей страны обратились представители Министерства культуры Республики Абхазия и создали этот небольшой фильм, заставляющий задуматься о многом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Дети в дистанционной школы по бегу. Астамура обратился ко мне с сумасшедшей идеей преодолеть такой челлендж, который придумали австралийцы. Я сначала подумал, что мне послышалось, потому что нужно было за один день проехать дистанцию с набором 8800 метров. Необычный челлендж связан с тем, что основная у меня специализация – это бег и триатлон. И даже самые длинные гонки по триатлону нужно ехать всего лишь 180 километров, и набор высоты не такой большой. В данном случае был акцент сделан именно на силовую работу. Задача была увеличить окислительные мышечные волокна, если так научным термином сказать, переделать часть мышечных волокон таким образом, чтобы он мог ехать долго и при этом не закисляться. И как следствие, вот сейчас половина дистанции проехал, он чувствует себя достаточно хорошо, если так можно сказать. Но я уверен, что дистанция ему по плечу. И основной акцент был именно на силовую подготовку. Вторая история была – поднимали скоростные способности и подняли до такой степени, что его конкуренты, ребята, они просто там с такими глазами начали на него смотреть, он на допинге или еще на чем-то. Они одним словом не поверили, насколько сильно у него за полгода выросла форма. Но я, честно говоря, тоже воодушевлен успехом. Но Астамур очень сильно прибавляет. И после данного челленджа нас еще ждет половинка в Гиринджике. Завершал свой челлендж Астамур уже далеко за полночек, к двум. Чтобы подъем был защитным, нужно было собрести определенные правила. Высота, один и тот же маршрут, вести запись на справа и все это сделать за раз, то есть без сна. Наш соотечественник выполнил все функты и таким образом закрепил и свое имя, и свою страну в еще одном крупном спортивном челлендже. Главный бой турнира по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions между абхазским спортсменом Игорем Адлибо и спортсменом из Украины Александром Абрамяном 17 апреля в Екатеринбурге завершился в ничью. Все трое судей одинаково ценили поединок 76-76. Для Игоря прошедший поединок стал 13-м в карьере. На счету спортсмена 11 побед и 2 ничьи. Там Адлибо сразу повышаются шансы. Не удалось остановить у канатов Адлибо. Неплохо снова. В этой комбинации стали полной. Здесь уже длинная атака, все еще эти, от Игоря Адлибо. Я говорю, в центре. Ох, отлично перехватил. Сразу же был вынужден. Правая постоянно отпущена. Атака Игоря Адлибо. Дамы и господа, в этом бою все трое судей одинаково оценили поединок 76-76. Ничья. Ничья, 76-76. Ну, вот, мне кажется, вот этот результат не будет особо подвержен. 15-летний Саир Кочарава из Абхазии победил в первенстве России по боксу среди юношей в возрасте от 15 до 16 лет. Это позволит ему выступить на первенстве Европы от сборной России, рассказал корреспонденту «Спутник» один из тренеров молодого спортсмена Арнольд Губас. Даниэла Гумба заняла первое место в турнире «Оранж Тур» на призы теннисного центра «Сетбол» 18 апреля в Краснодаре. По словам тренера спортсменки Элизабета Куция, Даниэла вышла из группы, не проиграв ни одного сета, и уверенно одержала победу в финале. В турнире приняли участие 40 спортсменов 2011 года рождения и младше. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и итальянец Андреа Кола стали победителем первой гонки нового сезона чемпионата «Ламборджини Супер Трофео 2021» в классе «Про Ам» в составе итальянской команды «Таргет Рейсинг», сообщает пресс-служба Госкомспорта. Первый заезд фирменного чемпионата итальянской марки прошел 17 апреля на культовой трассе «Монца». Экипаж «Таргет Рейсинг» финишировал четвертым и в абсолютном зачете, но стал первым в своем классе. Абхазские игроки достойно выступили в ходе чемпионата России по шахматам «Первая лига» среди детей, проходившим в ЛОО. В турнире приняли участие юные шахматисты из Абхазии Нестор Богателия, Даниил Халбат, Сарида Лаквитава. Лучший результат среди абхазских шахматистов показал Нестор Богателия, 9 лет, набравший 5,5 очков из 9. Остальные наши участники оказались в середине турнирной таблицы. Среди мальчиков до 15 лет чемпионат России по шахматам «Первая лига» стартует 20 апреля. В нем примет участие чемпион Абхазии 2019 года Тристан Кварацхелия. Сейчас о погоде. Во вторник, 20 апреля, в Абхазии переменная облачность. Ночью и утром преимущественно без осадков. Туман, днем, временами слабый дождь, местами переходящий в умеренный, а поздним вечером в сильный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 15, днем до 25 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова